Древние греки в жару носили с собой хрустальный шар. Они считали, что он хорошо впитывает влагу, выделяемую кожей. Однако польза его в том, что даже в самые жаркие дни он всегда оставался прохладным. Но есть и менее изысканные способы освежиться в жару. И, конечно же, это вода. На пляже многолюдно. Горожане, добравшись до мест отдыха, порой забывают о безопасности. Поэтому сотрудники МЧС напоминают о том, как стоит вести себя на водных объектах. Памятка о мировой безопасности на водных объектах, как себя вести на воде и не оставлять без присмотра детей. Есть отдыхающие, которые игнорируют правила поведения на воде. Да и нарушения из года в год одни и те же. Игры детей с захватыванием, опрокидыванием, плавание вот на надувных, ненадежных, будем так говорить, изделиях. Причем вот вы сами характерно видели, что бабушка сплавала с внуком аж до буйков, что внук не может плавать. С начала купального сезона в регионе зарегистрировано три происшествия с летальным исходом. По статистике, как правило, это люди, находящиеся в алкогольном опьянении. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, на пляже можно употреблять спиртные напитки? Я думаю, что не стоит. А вы следуете этому принципу? Конечно, стараемся, потому что на пляже употреблять спиртное по голове дает. На пляже много детей и их не стоит оставлять без присмотра. С наступлением летних детских каникул многие дети остаются, к сожалению, без присмотра взрослых и также находятся на водоемах. Обращаемся к гражданам нашего региона не быть равнодушными. Если заметили, как говорится, безконтрольно купающихся детей, то принимать какие-то меры. Отправляясь на пляж, не стоит забывать о средствах защиты, чтобы не получить солнечный ожог или тепловой удар. Нет, вы что, у нас есть кремы разные, у нас их много, вот кепки у нас всегда с собой, просто мы их сейчас не носим, хотим показаться красивыми. Вот, а так у нас все с собой всегда, да. А питье? Воды. А у тебя есть вода? Светлана Бабарыгина, Артем Горохов, телеканал Первый областной.